так давайте откроем одно из изображений вот тут у меня затемненная такая но в принципе мне она и как раз будет то что мне нужно так первое что я бы хотела конечно хотел бы выровнять это дело где-то так отлично и сейчас мы с вами сделаем следующее тоже возьмем вот это круг этот кликнем сюда и здесь мы уже можем спокойно экспериментировать так это очень хорошо будет контрастность не нужно белые посмотрим с белыми нужно надо добавить белых да нет не особо удалить дымку что значит удалить дымку а ну да сами сделаем резко такой так размер чуть увеличу размер так растушевка нажим все остальное оставим как есть и скажем открыть изображение для наших целей так то она в принципе все хорошо но для наших целей мне надо его вот так сделать чтобы мне было место для художеств соединим вместе и сейчас вот эту часть просто-напросто с помощью заплатки поправим вот и все без всяких проблем все получится хорошо так нам нужно конечно пусть и мне чуть-чуть но пока не было спешить посмотрим пока мы с вами сделаем следующее сделаем еще один слой возьмем перо и вот допустим отсюда начнем выводить такие вещи так теперь посмотрим что у нас с кистью 80 пиксель посмотрим может чуть меньше сделаем 60 65 может быть вот так 66 тут главное зайти в настройки и сделать так вот здесь сглаживание поставить галочку динамика форма пускай так останется так а теперь а теперь мы скажем на правую кнопку мыши выполнить обводку контура и по инструменту кисть имитировать нажим вот так он это сделал при имитировал нажим прекрасно это то что нам нужно убираем контур видим что так вот она и как раз и хорошо так и по такому же способу сделаем еще несколько то есть вот теперь я возьму вот теперь я возьму отсюда сделаю такое перекрестье то же самое сделаем выполнить обводку контура кисть хорошо следующие вот уже здесь теперь то есть это уже на вкус и цвет ребята тут как как каждому понравится так и сделать вот так отсюда по пустое место поля так то же самое выполнить обводку и так далее главное добиться плавности делающих линии как раз вот у меня не получилось плавные линии я вернусь так хорошо мы смотрим дальше ну еще одну пожалуй вот отсюда куда-нибудь вот так вот мы получили с вами то что хотели отлично теперь нам надо сделать следующее нам надо как бы сделать из этого а секундочку нам сделать подсветку так ну сейчас мы попробуем это сделать коррекция нет вот вот он этот и здесь внешнее свечение надо добавить вот оно внешнее свечение но это слишком наверное яркое свечение вот так вот так где-то вот так да окей размах размей вот такой сделаем шумы нам надо нет конечно не нужна нам шумы так вот положение экран диапазон вот я думаю что этого будет достаточно этого будет вполне достаточно окей то есть вот так у нас пошло как бы да но здесь я бы хотел сделать какую-то такую дымку дымку лучше всего делать из я думаю из так из тумана вышел вот хороший туманчик сейчас попробую побольше сделать ну ну совсем то можно конечно потом все это развернуть лучше бы как бы сразу так я вот смотрю какой из них лучше подошел вот это мне нравится много когда много тогда можно замучиться в поисках даже ну сейчас что-нибудь отыщем более подходящее вот это все так я вот это возьму так сделаю большое перевернул это вертикально и сделаем вот так где то первое на переведем ее замену светлым и тут можно будет попробовать еще какие нет взять от из тех которые мы посмотрели перевернул то же чтобы оно не было такое однородное. Вот здесь перекресть их. То есть, ее нужно быть сильнее. Вот так тянется туда. Вот так вот. Отлично. Вот так будет немножко веселее. Хорошо. Это мы с вами справились. Отлично. Посмотрим, нужно ли нам сделать сжигуруть с этим. Но нет. Думаю, все нормально. Не надо ничего делать. Да, всякий случай. Обычно. Так, единственное, что мы можем попробовать их чуть высветлить. Вот так. Все. Хорошо. Теперь мы можем продублировать этот слой. вывести его сначала просто наверх. Так. Отключаем. А эти Ctrl-Shift-Alt-E. Или мы как бы можем свести все на одну. вот так. Вот так. Это нам нужно для того, чтобы удалить лишнее. А если свечение какой-нибудь и лишнее, то можем его придушить немножко. Я имею в виду в таком плане. Так, здесь тоже с помощью того же туманчика. Чтобы не было. Так, секунду. Разворачиваем. Не хотелось бы, чтобы яйцо-то совсем терялось. Поэтому как бы вот так. Прекрасно. Далее. Этот налет должен быть вот здесь. Сейчас мы его продемонстрируем. Сейчас мы его продемонстрируем. Этот. Сейчас. Сейчас. Это много, конечно. А просто надо будет взять и сейчас сделать следующее. Мы сделаем инструмент Gradient. Этим инструментом пройдемся по всей сейчас поверхности. Так. Только наоборот. Вообще зачем? Пускай так будет. Вот так. Так. И теперь посмотрим, как она будет реагировать. окей. Уже красиво. Вот. Вот этот цвет я хочу. Вот этот получить вот здесь. Так. Это у нас осветление основы. Посмотрим. Может быть найдем что-то еще. Вот тоже совсем неплохо. с перекрытием. Так. Вернемся на перекрытие. Так. Вернемся на перекрытие. пустой. И здесь сейчас аккуратненько. А с помощью белой краски. Так. Какой тут туман взять. теперь бы нам надо. Теперь бы нам надо. Это немножко не то. Давайте-ка мы. отдалите. Попробуем. Вот так в принципе это все вот хорошо получается. Но. Тут непрозрачность. Если нам немножечко убрать. Вот так. То есть. Так вот волшебно получается. Все нормально. Но слишком много деталей видны. Вот эти детали. Тут и так далее. То есть. Надо попробовать. Еще. с помощью обычных вещей. Таких как градиенты. Допустим. А. Я хотел вот именно вот так. Убрать отсюда. Лишнее. Отсюда лишнюю зелень. Вот отсюда лишнюю зелень убрать. Пускай она тут-то будет. А здесь я ее уберу. Тогда будет ощущение этого свечения. Так. Вот что мы с вами и сделали. Так это вот. Надо было так. Сейчас его еще разом теперь. Непрозрачность. Хотя нет. Нормально. Непрозрачность. Непрозрачность. Сказку делаем. Так что нормально. Еще раз. Ctrl-Shift-Alt-E. Так. И я бы такой, что я бы чуть-чуть сюда конечно все-таки брал вниз. Вниз очень тяжелый получился. А этот Ctrl-3 поднял бы. Вот сейчас вот так. Вот. Деформация вот тут. Чуть-чуть. Ну этот. Краешик был. Ну тогда можно в фильтр пойти просто и сказать в пластике. В пластике легче это сделаем с вами. Размер. Например. Вот так. Вот так. Окей. Поправили. Отлично все. Так. Что-то мне в уголке не совсем понравилось. Ну это ерунда сейчас моя. Так. И вот так. Отличненько. Так. Ну и вот теперь мы начнем с затемнениями. то есть мы сейчас ее продублируем. Или воспользуемся нашим способом, которым мы до этого работали. Инструмент. Вот так. Так. Растушевка 400. Может быть это маловато. Давайте сделаем побольше. 500-600 даже. 600. У нас большая очень картинка. Так. И теперь возьмем темно-зеленый, черный не будем брать. Возьмем темно-зеленый. Окей. Ctrl-Shift и инвертируем. И заполняем темно-зеленым. Я бы даже так еще постарался потемно сделать. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так нормально. Хорошо. И смотрим тоже, какой нам лучше подойдет наложение. Был мягкий свет. Неплохой. Сейчас. Но слишком жестко. Жесткий свет. Вот мягкий свет. Так. Теперь берем. Секунду. Ребята. Мы с вами сделали ерунду, конечно. Нет. Вот. отойдем назад. Здесь. Вот. Вот. На отдельном слое надо это делать. На отдельном. Не здесь. Стоп. Взять отдельный слой. Думаю. Что ж такое-то. И теперь ее заполнить. Вот. А здесь уже, ребята, мы можем этот отдельный слой регулировать. Так как она нужна. Вот так. Допустим. Да? Вот так. Чуть-чуть. Потом еще. Допустим. Мы можем перспективу. Даже задеться. Нет. Перспективу мы не сможем. Ну. Во всяком случае. Вот. Таким образом. Вот. Уже. Делаем довольно-таки интересную вещь. Вот. Так. Вот. Я хочу, чтобы эта древесина не уходила совсем. В тенек. Вот. А вот эти листочки бы да. Поэтому сейчас попробуем вот так сделать. Вот. Не хочу я эти листочки, чтобы были прям полностью видны. Хорошо. Отлично. Смотрим. Да. И теперь вот здесь делаем маску. И уже с помощью опять же инструмента градиенты мы можем кое-где подсвечивать. То есть вот здесь, допустим. Вот так. Чтобы видно было, что отсюда идет как бы этот свет. Ага. Вот так. Ага. 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 Вот так. Нам надо так это поработать в этом плане. Так, ну-ка я посмотрю сейчас ещё. Вот если бы мы выделили эти, да, и скажем коррекцию, и можно будет... Нет, немножко не так, ну как вы видите. То есть с этим всё нормально. Мы это сейчас соединяем. Так, у нас остаётся вот эти пятнышки. Теперь коррекцию. И теперь мы сможем это сделать. Так, единственное, что нам нужно будет... Может быть... Я немножко не понимаю. А, ну вот всё. То есть нам нужно было просто её переинвертировать. Я вот этот слой хочу вот здесь чуть-чуть виднее сделать. Так, вот так. А здесь... О, перебор. Тут я хочу немножко убрать. Только на самых кончиках. Да и то тут много пересвета. Вот. Хорошо у нас получилось. Теперь замечательно. Смотрим ещё. Ctrl-Shift-Alt-E. Я думаю, что нам придётся ещё раз повернуть немножко. Чтобы она встала пряменько. Вот так. Вот. Теперь у нас похоже. Похоже. Остался последний элемент. Так, вот этот последний элемент мы с вами сейчас будем делать. Сначала на перекрестьях. Где они встречаются. Они должны быть побольше, да? И здесь уже начинаем экспериментировать. То есть как хотите. Можете большие делать, маленькие. То есть это дело такое. Как у кого фантазии хватит. 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 ну вот, примерно так я думаю так, теперь еще раз Ctrl-Shift от E и будем на этом экспериментировать, посмотрим еще возможно нужна коррекция по цвету посмотрим то есть вот я бы не хотел этот коричневый терять почему-то мне это так нравится поэтому Ctrl и и здесь с помощью добиваемся все-таки этого коричневого цвета не знаю почему-то мне его хочется здесь и все так, может быть непрозрачная, это 70 довести, вот так обычно я так делаю, 70 то это самое лучшее число ну и полностью сейчас посмотрим как оно то есть вот в этом месте оно может быть чуть светлее то же самое я имею ввиду вот это место вот это вот тут мы сейчас тоже с вами проявим ее немножечко вот так введем ее в такой химический зеленый чуть-чуть как посмотрю стало от этого лучше да так как бы оно более волшебно стало на мой взгляд можете уже делать как вы хотите так отлично так отлично еще раз собираем смотрим я просто использую эти вещи для того, чтобы понять нужно ли мне в какую-то сторону уводить или нет или оставлять так, как оно есть то есть здесь в принципе, ребята здесь можно играть вечно давайте мы оставим вот так как бы мне это уже нравится и по новой ничего делать я уже не буду единственное, что может быть папоротник ну он такой декоративный, что пускай он остается ребята девчата вот то есть вот мы с вами получили такую интересную, на мой взгляд версию того, что мы с вами наснимали в лесу ну а на этом я с вами прощаюсь всем доброго, друзья пока